Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики, с вами, как всегда, Сладкоежка. Сегодня на стримчике прислал мне мой подписчик Данила Инфайни через донатик видеоролик и попросил посмотреть. Значит, это у нас видеоролик называется «Все преимущества ПК за 11 минут анимация». Ну что ж. ПК это на сегодняшний день очень годная вещь, без него не обойтись, кто любит играть в игры там, да. Вот я люблю стримить, видосы записывать, вот. Так что комп это офигенная вещь, вот. Ну что ж, я думаю видос, точнее анимация будет интересной. Всем желаю приятного просмотра, давайте глянем, что же нам такое прислали, поехали. Ладно, сейчас я раздал вам 1000 долларов, вы прямо сейчас пойдете и... Да ну серьезно? Ну а что же выбрать? Спокойно, спокойно, я все вам сейчас поясню. Вы хотите помочь своему ребенку собрать компьютер для школы? Отлично, никуда не уходите, я вас понял, сейчас все будет, сейчас все будет. Мне нужно 6 человек, сейчас же. Держи, косарик, держи, косарик, держи. Идите купите себе компьютер, за него поставлю. Всем косарики раздал, а нам забыл, да? Да, все как в школе, компьютер для учебы. Ладно, всем привет. Если вы не в курсе, вы будете со всего мира в возрасте 13 лет, не покупают консоли. Вместо этого они покупают комплектующие и собирают их в мощные рабочие машины. И кроме этого, они могут делать еще и все это. Играть в выгоды. Высвольшь отвертка, флешка, интернет. Что-то из этого у вас должно быть. Вся, вернулись? Отлично. Ладно, начнем с того, что внутри компьютера есть 4 важные части. Процессор, видеокарты, оперативная память и жесткий диск. Они выполняют какие-то важные функции. А как же материнская плата? Мне впадло писать в сна... Ваша цель собрать такой компьютер, который будет актуален в 8 лет. Что у тебя? О, я купила телефон. А что у тебя? Ну, я купил новый Mac, среднюю модель. Ну, не ту, что стоит 2000. Ты куда? Ё-моё. Нахера ты это купила? Ну и заехал он ей, если честно. Она как завизжала. Хм, вообще жесть. Я там буду делать домашку по модели... У всех компьютеров внутри есть процессор, его мозг. У телефонов процессоры на арме. У этих парней процессор на x86. У меня приложения, у меня программы. Никто из них не лучше. Они просто разные. И я знаю, что безбожно упрощаю, но процессор на арме выглядит так. А x86 так. Армовский процессор может проигрывать смешные видосики на твоем телефоне. А с помощью 86-го создали твой телефон. И ютуб. И то видео, что ты смотришь. Я буду смеяться на тобой все оставшееся в видео. Лежи здесь, не возникай. Телефон. Боже, надеюсь, не все в порядке. Да, с ней все проехали. Что ты взял? У меня Asus B9... Что там было? Да, с ней все проехали. Что ты взял? Бюджетный ноутбук за 350 долларов? Разве такой ноутбук есть за такие деньги? Когда этот видос вышел? Два года назад? 300 баксов. Это... Нету ноутбука за такие деньги. Asus B9... Сам еще цифры какие-то были. И Xbox. Этот радиатор я вытащил из этого ноутбука. Я не шучу, можете сами проверить. Когда выделяется тепло, от него нужно избавляться. Не знаю, мне норм. Компьютер вроде работает. Нет, это... Нет! Нет, что ты делаешь? Вот, посмотрите. Я эту симуляцию месяц сделал. Эта штука берет тепло из процессора и выкидывает его. Водяным охлаждением зовется. Да, водяное. Внутрь, посмотрите. Это хорошее охлаждение. Вот тепловые трубки, радиатор, сам кулер. В хороших ноутбуках стоит именно такое. Это... Сомнительный вариант. Трубок нет, но хотя бы есть радиатор и кулер. Вариант не ужасный, но и не хороший. А это банальное охлаждение. Армовские процессоры обычно таким промышляют. А это то, что я называю платой за бедность. Позвольте объясню. Какой ноутбук взорвется? Хочешь посмотреть, что внутри? Нет? Нет? Ладно. Шаг первый. Установите ловушку. Шаг второй. Загрузите программы, которые нагреют компьютер. Шаг третий. Молитесь компьютерным богам, чтобы они не охлаждали компьютер этими способами. Шаг четвертый. Новый ноутбук каждые два с половиной года. А я сказал 8 лет. Давайте посчитаем. Три компьютера, консоль, подписка на онлайн. Два тебе. Кто следующий? Я. Самый дешевый ноутбук на Windows плюс игровая консоль. Два, три, четыре, пять, пять с плюсом. Дал тебе тысячу долларов, и ты половину суммы потратил на игры? Да где я молчу всю реакцию? Я слушаю внимательно. Четыре ядра. Мэ. Восьмиядерный был дороговат. А потом я увидел этого шестиядерного красавца. Хорошо, хорошо, продолжай. Не судите книгу по обложке. Мишура. Вот, вот это я называю кулером. Сравнение размера в охлаждении встроенной графики. Проживет восемь лет. Смотрите, тут охлаждается два места. Два, под процессоры видеокарту. У многих компьютеров процессоры видеокарты... Так, интегрированная графика Intel HD или Intel Iris Xe, AMD Integrate, GrabHicks или AMD Vega. Объединенные. Вместе они сильно греются, мешаются. Раздели их и разделишь питание. Выделение графика. NVIDIA GeForce, AMD Radeon RX, NVIDIA Cuadro, AMD Fire Pro. Потребительская. А, ага. Первая потребительская. Да, еще тут, привет. Вторая профессиональная. С охлаждением. Будет больше жрать энергии и весить. Зато этот парень точно переживет этого. Не нужно платить за онлайн. Игры дешевле, потому что не нужно платить платформодержателям. Изначально компьютер стоит дороже, но его стоимость содержания куда меньше, чем у конс... Что? Ебать. Ты его хоть раз от пыли прочищал? Ты ни разу его не прочищал. Тебе только 4 года? Ну же. Оу. Женя, привет. Я электродинамик спрошу. У консоли такое. У компьютера вот такое. У первых и последних одинаковые цифры. И огромные. Так, Ryzen 5 800. У i7 10 900. Аж Ryzen 5 800. X i7 10 900 K. Ну тут буквы меняются. Там U, там X, тут H, там K. Ну и различия. Ваша потраченная пища рога будет от 5 до 30% медленнее. Я понимаю, студентам в тесных темных общагах, часто путешествующим людям, не имеющим средств на транспортировку или вообще почти бездомным, не сужу вас, не подходит домашний компьютер. Им важно иметь все самое важное с собой. Осторожно! Поломка материнской платы, отказ жесткого диска. Покупаем новый? Нет, в ремонт отдадим. 60 долларов, 300, можно просто продать. Нифига себе, отказ жесткого диска минус 60 баксов. Поломка материнской платы минус 300. А что там плюс 350? На восстановление, природа дублагодарит. Я прямо сейчас записываю голос на восстановленной машине. Можете тоже на авито взять. Ставлю тебе 4 с минусом. Спасибо за ноутбук. Куда ты его? Он теперь мой. Кстати говоря, три вида ноутбуков попадает. Ноутбук с выделенной графикой. Тонкие, легкие, рабочие станции. Да ты что? Финансе 500 долларов. Финансе 500 долларов. Ну что за несуразица? Я ведь могу разобрать и собрать трактор обратно с завязанными глазами. Мне нужно почистить его сейчас же, иначе у меня все завянет к чертям. Отправьте свою развалюху нам, и ее починит профессионал. Ага. С у вас 10 тысяч? Да идите вы, я куплю у вас запчасти и починю я с... Офигеть, компания, которая занимается тракторами, да? Хочет чинить ноутбуки. Там, неа, мы с правительством договорились. Нифига ты не купишь. Мы собрали, что предоставляем чертежи. Тебя в тюрьму засадить, если ты обойдешь нашу систему. У меня есть право чинить то, что я купил, я им владею. О, посмотрите, кто это? Эппл. Да, с нашими компами дела обстоят так же. Это дело, считай, у нас в кармане. Всем привет, как у вас дела? Компьютерщики? Популярный канал. Я, значит, пытаюсь купить этот долбанный Citrus 2.17 для ноутбука. А эти гении, издеваясь, говорят, просто купи новый компьютер. Да, мне нужно припаять всего один чип, а они на нас уже в суд подают. Отвратительная капиталистическая система. Они используют свою силу, чтобы отобрать у нас свободу. Уже свободный рынок. И своим перепроизводством загрязняет мир. Потому что, сука, бабки. Это, к слову, произошло на самом деле в Небраске. Бабки, бабки, бабки. На лавочке. Под подъездом. Я шучу. У них хороший софт безопасность на высоте. И так все испоганили, и Samsung такие с ними. Да, мы тоже перестанем пласть зарядки в комплект. Не, тебе даже оценку ставить не буду. Валяй отсюда. Макбук. Я купил комп... Ууу, а макбуки, ребят, да... Мы говорим то, что ноутбуки дорогие, да? Компы дорогие. Ёпта, макбуки, они столько стоят. Ууу... Тише, 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 тише. На таких штуках делаются дела. Все фильмы, игры, приложения, ваш дом, телефон, который вы используете. Вообще все. Студии, фабрики, строительные компании. Все они закупают профессиональные компьютеры, ноутбуки, сервера оптом. И командами создают ваш мир. Они основа рынка труда. Возьмем, к примеру, эту симуляцию. Она работает. На такой машине можно делать все, что твоей душе угодно. Абсолютно все. Этот ноутбук бы поддох, пока я просчитывался в это. У меня нервов не хватает на нем делать видео. В теории, я, конечно, могу, но это займет в два раза больше времени. Как скачать модель для сапра? Как настроить динамическую симуляцию жидкости? Как импортировать данные динамической симуляции жидкости в блендер? Как пользоваться блендером? Как моделировать в блендере? Как импортировать модель сапра? Как симулировать воду? Как рендерить воду? Он может все. Я теперь даже не думаю об этом. А, и кстати, мой основной компьютер может работать в большем количестве. 25 слоев анимации. Жесть. Жесть. Это моя фирменная прическа. Мои зрители с ютуба знают, для чего она. И это еще не все. Зырьте, зырьте. Сационарные компьютеры используют стандарт, принятый в 96-м году. Что-то ломается, заменяешь аналогичной деталью, все работает. Цена вопроса 50 баксов. Вы можете его починить. Они могут его починить. Компьютерные магазины чинят их во сне. Сколько ему? Восемь лет. Восемь лет? Да. Им еще моя бабушка пользовалась. Ты когда-нибудь его открывал? Не, ни разу. Ни разу? О, нет. Чем такому микроволнуку напоминает? Это твоя бабушка? Нельзя, что ли, было купить погребальную урну? Ого, сколько пыли. У вас громко шумит компьютер? Загляните внутрь. Обращайтесь с ним, как обращались бы с машиной. Предлагаю такой вариант. Хромбук за 100 баксов в связке с домашним ПК за 900. С первого можно даже управлять вторым. Молодец, 4. Заслужил. Собранный компьютер с выдел... Чего? Пять вторым. С выделенной... Видеокартой. А теперь придем к... Он такой маленький. Извините. Этот человек, кучу деталей, рабочий компьютер. А, сложно. Отчасти да, не особо да. Не посоветовал бы такое всем, но как-то раз я показал одному чайнику, как собрать компьютер. 9800 кейс, сучки. Люди смотрят гайды на ютубе, с новыми знаниями выбирают себе железо, покупают его в магазине или даже просто в интернете. И кроме того, они знают, как его починить. Для этого им нужен всего лишь гугл. Вот, смотрите, смотрите. Компьютер самопроизвольно выключился. Компьютер, чё, включён. Но нет картинки на мониторе. И чё, всё найдёт инфу? Видюха сдохла. Офигеть, видюха сдохла. Это ж надо. Компьютер будет как новый, но внутри старый. Такое можно, но тогда же проворачивать. Это же монитор. Бляаа. А теперь скажите, с какой вероятностью вы бы пошли покупать новый нот. Расстрелял монитор. Да. И это ещё не всё. Кто-то собрал его за тебя? Нет. Он сэкономил сотку на сборке. Небось ещё и машину сам чинишь. Малютка на 650. Не дурно, не дурно. Могу присесть. У меня у самого на 250. Да-да-да. Сколько ты заплатил за ключ для винды? Я нашёл его на свалке, как и всё к нему прилагающееся. На свалке? Чё? Чё? Это что? Четыре жёстких диска? Ты точно на него тысячу потратил? Нет. Не совсем. Нет? В смысле нет? Я дал тебе тысячу... А зачем четыре жёсткие диска, если он один? Там, где я жил, всё стоит куда дороже. Ну, должен быть один. Мойник потратил весь бюджет, чтобы перебои случались. Всё остальное я достал с помойки. Жёсткие диски я достал из сломанных ноутбуков. Всё это я достал со свалки. Мой монитор на самом деле телевизор. Этот мотоцикл моё единственное средство передвижения. Ты понятия не имеешь, как... Ладно, ладно, я тебя понял. Ты не чайник, но ты оказался случайно. Ладно, Колесь, сколько денег ты тратишь на игры? И сколько? Я всех пиначу. Нарушаю. Ё-моё. Посмотрим, что у него. У него там всё недурно. Посмотрите на это охлаждение. Восьмиядерный процесс. Максимум ставили 12 жёстких дисков? Чё? СР 32 гига оперативы. Дискретная видео... Старая видеокарта. Да, рынок ведёт сейчас задница. Он потратил деньги разумно. Ставлю пятёрку. Заслужил. Я крестьянин, а минчик. Долген быть не может. Он играл Smash Bros. на своём компьютере. Вы знали, что вы можете играть в игры Nintendo на своём компьютере? Эмуляторы? Ты пират? Я купил от... Реклама, что ли? Вы её больше... Синьорин и Лолмак. Синьорин. Просто чизы. This video took me 14 months to animate, and it took them... Sorry, all of these people 3 months to translate, and voice acted, too. Я потратил 14 месяцев на то, чтобы всё это санимировать, и они... Офигеть. Все эти люди потратили 3 месяца, чтобы его перевести и озвучить. И, чёрт возьми, ты серьёзно написал здесь шпок? Окей, это произведение искусства? Да, серьёзно. Да, серьёзно написал. И, как, I'm telling you, I, I fucking winged it for all the other languages, there's a lot of mistakes in them, but this one, three perfectionists at work. Все переводы я пустил на самотёк, но этот перевод... В нём собралось три перфекциониста, докапывающихся до каждой мелочи. Like, this man, right here, meticulous as fuck, like, every detail. He needed it, and I helped him out. Like, everything. Они хватались за всё, к чему можно придраться. Даже за то, что кто-то, кое-кто пропустил три мата. And Lolmak, his voice is just so expressive in all of the dubs. It was, it was some top-tier shit. У Lolmak самый выразительный голос из всех озвучек. Спасибо. If anyone is hiring these guys, you're gonna hire the fuck out of them. Professional as hell. И если кто-то захочет их нанять, вам лучше приготовить нихуёвые деньги, а не мастера своего дела. I hope you like the video. Вот так вот. Надеюсь, вам понравилось. Я тоже надеюсь. Я потратил три месяца, тридцать часов. У меня, у меня просто выгорание. Вам лучше, лучше бы вам это видео понравилось. Мне, если честно, понравилось. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать на счет данной анимации. Если честно, анимация получилась интересной, прикольной, забавной. Много инфы узнал, но когда чел поставил в ком четыре жестких диска, я с этого офигел. Типа, зачем столько памяти? Ну ладно. От души вам всем, ребят. Огромное спасибо за просмотр. Смотрите лайки, подписывайтесь на канал в комментариях. Напишите свое мнение насчет моей реакции. Ну и мнение насчет данной анимации. Всем вам желаю добра, всем удачи и всем пока-пока.